Здравствуйте дорогие участники конференции, здравствуйте дорогие телезрители нашей онлайн трансляции. Мы начинаем второй день конференции не поздно. Сегодня вас ждет также море тайн и интересностей. Вчера Нанотея прекрасно завершила наш вечер, вчерашняя наша гостья. И у вас те, кто пришел на конференцию, и у вас телезрители, кто смотрел, можете потом посмотреть все в записи. Опять-таки же ссылка будет. Все, что вы увидели или не допоняли, или захотели еще раз пересмотреть, все будет доступно. Итак, сегодняшний наш второй день, он начнется с непоздного, как это несложно предположить. У нас замечательный спикер Павел Хайлов. Вот его книга «Внеземные цивилизации». Он долго каталогизировал или, давайте так скажем, предпринял попытку каталогизации вот всего того неземного непознанного. Я его приглашаю сегодня на сцену. Поприветствуйте, пожалуйста. Добрый день. Да, сегодняшний доклад, как он называется, классификация цивилизаций разумных существ. Вот именно так и будем представлять сегодня. Я хочу обрадовать всех присутствующих, потому что с 2017 года для человечества началась по-настоящему космическая эра. На всех уровнях открылась информация о внеземных цивилизациях. То есть внеземные цивилизации существуют как объективная реальность. Самая трудная задача сделана пионерами-первопроходцами, независимыми уфологами. Это пробивание стены догматического отрицания в обществе. Труд этот неблагодарный, его сейчас трудно как-то оценить по достоинству. Значит, следующему поколению исследователей, я думаю, будет намного все проще. Отрицание существования внеземных цивилизаций среди исследователей НЛО является кругольным камнем уфологии. Это то, что не позволяет им двигаться дальше. И для кого-то это будет непреодолимым барьером. Когда обсуждают тему внеземных цивилизаций, обычно требуют каких-то доказательств, желательно грубоматериальных, которые можно потрогать. Получается, чтобы нам, людям, получить какие-то доказательства, необходимо как минимум сбить или захватить летающую тарелку с пришельцами. А других доказательств нам не нужно. Сбить летательные аппараты высокоразвитых цивилизаций, в принципе, невозможно. Они владеют ясновидением, им все заранее известно. Ну и, кроме того, их аппараты, космические корабли, физические просто неуязвимы. Они прозрачны относительно нашего мира. То, что случайно попало в руки землян, принадлежит мало или среднеразвитым развитым цивилизациям. Биороботов могут просто подкинуть, ну, для ознакомления. Аварии летающих тарелок по причине человеческой агрессии – это, друзья, это позор нашей цивилизации. То есть, ну, после таких аварий с нами долго никто не захочет официально контактировать. Вообще, доказательств собрано очень много. Просто их не видят или не замечают. То есть, доказательства не видит человек с закрытым мировосприятием. Здесь все зависит от мировосприятия. Значит, подсознательно такой человек просто не хочет ничего нового. Он не хочет этих доказательств. Мой совет. Вместо интернета найдите и почитайте серьезную литературу по уфологии. Соберите сами свои наблюдения, сделайте опросы. Вот я и занимался опросами по своему городу, по области. И тогда верить или не верить придется самому себе. В уфологических организациях накоплено очень огромный банк данных про НЛО и контактов с пришельцами. Обширная литература имеется. Но она содержит массу обрывочных описаний наблюдений НЛО и существ гуманоидного вида. Но все это бессистемная пестрая информация, которая имеет разную степень детальности описания. И носит субъективный характер. Многие исследователи, уфологи, они растерялись в последнее время. Моя работа, возможно, послужит для них какой-то подсказкой или своеобразным навигатором в мире вот этой вот в море информации. Коротко расскажу о своей работе. В начале своих исследований, рассматривая поток бессистемной информации по уфологической тематике, я попытался понять, как можно объединить, казалось бы, необъединимые, но на основе каких идей. Как все это упорядочить. И через некоторое время была разработана основная идея, с помощью которой удалось все объединить, увязать массу деталей в целое. В настоящее время уже вырисовывается картина мироустройства. Видна вся иерархия разумных существ, которая, по всей видимости, имеет глобальное распространение. Если хотите, называйте это предварительной теорией эволюции разумных существ на мировом уровне. Суть этой идеи такова. Разумное существо, по мере своего развития, приобретает все больше энергии. Энергия эта утончается, повышаются ее вибрации. Постепенно меняется внутреннее и внешнее состояние разумного существа. И это закономерно отражается на внешнем виде. Например, если рассматривать внешний вид гуманоидного разумного существа, то плотное его тело со временем, пройдя множество этапов воплощения, начинает постепенно терять плотность, превращаясь в разуплотненного гуманоида, с более разреженной материей тела. И далее превращается в энергетический шар. В подобный энергетический шар превращаются в процесс эволюции любые виды разумных существ. В том числе и негуманоидные виды. В этом и проявляется универсальность вот этой теории. Основная идея была заложена в результате анализа огромного количества информации. Далее использовался системный анализ при корреляции, сопоставлении исходных признаков и деталей. С помощью системного анализа, на основе главной идеи, в последующие годы были собраны и систематизированы данные по различным цивилизациям разумных существ. Результаты такие. Результаты этой работы – это первая книга, которая вышла, она популярная. Вторая книга, она еще не вышла, она научная. Там подробно описана вся система. И третья книга – это непосредственно сборник, это каталог внеземных цивилизаций. Планируются и другие книги, но на это нужно время. Системный анализ позволил составить классификацию разумных существ космоса. Наша классификация основана на базовых понятиях. Базовое понятие – это энергетичность разумного существа. Разумное существо. Его накоплены опыт и знания. Таким образом, энергия разума в форме шара является высшей формой организации материи. Это то, к чему так или иначе приходят все виды разумных существ в процессе эволюции, находясь в формате общества или цивилизации. Чтобы достичь такой ступени развития, энергия разумного существа поэтапно проходит за миллионы, а возможно миллиарды лет, все промежуточные состояния материи и тела. От плотного массивного, затем умеренного разреженного, до плазменно-энергетического и сверхутонченного. Все эти промежуточные виды материи нам необходимо было как-то охарактеризовать. Я долго думал над этим. И ввел понятие энергетичность. Данное комплексное понятие заключает в себе не только развитость энергии разума, реализованный потенциалом анады, но и степень разрежения материи и тела. Таким образом, энергетичность складывается из двух аспектов. Это внешнее состояние оболочки тела, степень разуплотнения, уплотнения носителя тела. И внутреннее состояние, духовно-энергетическое состояние энергии разума. Это степень реализации потенциала монады. Согласно нашим представлениям, энергетичность разумного существа выявляется по следующим признакам. Они у меня здесь подробно описаны, но я просто перечислю, чтобы не загружать. Первое. Парапсихологические способности. Например, левитация, телепортация, телепатия. У кого как развито. Второе. Свечение энергии, биоэнергии вокруг тела. Это показывает тоже развитость энергии разумного существа. Иногда это свечение видно прямо в дневное время. Энергия настолько мощная, что у высокоразвитых цивилизаций видно даже свечение вокруг тела. Третье. Свобода формы воплощения. Это способность менять форму. Это считается очень продвинутой цивилизацией. Если они способны менять форму, буквально у вас на глазах. То есть разуплотняться, уплотняться. Они владеют материализацией. Четвертое. Эволюционная мутация плотного тела. Наблюдается сильное увеличение объема головы. Затем атрофирование некоторых наружных и внутренних органов. Ну, например, конечности атрофируются. Рот, гениталии, нос. Легкие. То есть упрощение формы. То есть это говорит нам о том, что индивид занят только умственной работой. Питание ему служат совсем другие виды энергии. Пятое. Управление процессом старения и омоложения. То есть в высокоразвитых мирах это все полностью управляется. Они сами решают, когда им жить, сколько. Шестое. Спектральное разнообразие и утонченность потребляемых, управляемых энергий космоса. Их более 30. Вот мне известно. Пока они недоступны землянам. Седьмое. Способы общения и обмена информацией. Понятно, что среди высокоразвитых цивилизаций все общаются давно телепатически. Поэтому бесполезно нам ждать сигналов, радиосигналов, чем заняты сети. Это бесполезная трата времени. То есть радиосигналами с нами могут общаться, извините, только такие же. Мало развитые цивилизации, как и мы. А они еще не вышли в космос. Вот видите, замкнутый круг. Методы питания разумных существ. Девятое. Способ размножения. Десятое. Сфера мировосприятия. Логика мышления. Это тоже все учитывается при оценке энергетичности. Методы перемещения в пространстве. Простым прямолинейным движением никто не пользуется. Среди высокоразвитых цивилизаций. Все применяют другие методы передвижения, более ускоренные. Это телепортация, прохождение вневременных и внепространственных коридоров, сингуляция корабля и так далее. Типы летательных аппаратов и высадка на Землю. Тоже признак, по которому можно определить уровень развития цивилизации. У меня во второй книге это описано подробно. То есть по виду летательного аппарата можно сделать почти безошибочные выводы об уровне развития цивилизаций. Ну, например, у высокоразвитых цивилизаций форма аппарата обычно обтекаемая, самая оптимальная, приближается к форме шара. А у средней или малоразвитых цивилизаций часто наблюдаются угловатые аппараты, что вполне объяснимо, снабженные различными пристройками, выступами, антеннами, посадочными опорами. Ну, совсем как у нас. Тринадцать. Привязанность к определенному месту жительства. Малоразвитые цивилизации обычно привязаны к своей планете. Высокоразвитые. Они могут летать где угодно и считать себя вполне комфортно. Потому что для них дом – это космос весь. Они себя комфортно чувствуют везде. Пятнадцать. Общественная организация. Как правило, в высокоразвитых мирах не существует государств и государственных границ. И вообще какого-то расового, этнического или территориального деления. Отсутствуют в объекоде деньги, драгметаллы. То есть там другие вообще ценности. Шестнадцатая – всеприятие или космическая любовь. Исчезновение понятия эго. Семнадцатая – степень интеграции разумов. Тоже показатель. У нас все разобщено. Вы обратили внимание? У нас все раздроблено. До нельзя. В высокоразвитых мирах, наоборот, наблюдается полная интеграция. Там объединяют общие усилия на главные цели цивилизации. Там все направлено на то, чтобы цивилизация развивалась, а не каждый сам по себе. С учетом выше всех перечисленных факторов, которые я перечислил, мною было выделено три типа разумных существ. Вот обратите внимание на таблицу. Она простая, но она охватывает все. Впервые с докладом на такую тему я выступал в 1994 году на конференции Уфо-центра. Но в то время как бы не было услышано. Согласно вот этой классификации я уделяю три типа цивилизации. Посмотрите на таблицу. Это первый тип плотно-телесный, второй промежуточный и третий тип энергетический, куда входят все энергетические виды цивилизации. Значит, плотно-телесный тип материя тела уплотненная и плюс энергия биополя. Второй промежуточный тип материи энергия более разуплотненная или умеренно разреженная и плюс энергия биополя. Третий тип плазменно-энергетический тип. Материя представляет собой подвижную холодную плазму или сверхтонкие виды энергии микролептонного уровня и энергии разума. Так, рассмотрим упрощенную схему эволюции разумного существа гуманоидного вида. Это основа вот этой моей классификации. Значит, под буквой А. Видно? Хорошо. Это плотно-телесный гуманоид, обитающий в трёхмерном мире. Реже в четырёхмерном мире. Обычно достигает уровня НЦ1. НЦ1, это наш вариант. Или СЦ1. Б. Гуманоид-деградант. Видите, я его пустил вниз. Который застрял в плотном мире и не способен пройти огненную трансмутацию материи тела. Квантовый скачок, более высокие энергочастоты. Наблюдается крайняя степень атрофирования физического тела, атрофирование органов дыхания, органов слуха, пищеварения, а обычно эти гуманоиды останавливаются на уровне СЦ. Дальше они не могут двигаться. По существу это тупиковая ветвь эволюции. Вот, кстати, кто занимался уфологией, знают, что серокожие карлики – это деграданты, на самом деле. Ну, которые похищали людей. Им нужно было, у них проблема огромная, им нужно было восстанавливать свой генофонд, они деградируют, они просто остановились в развитии. У них нет эмоции. Вот это самое главное. И они пытались за счёт людей, ну, на основе генетических экспериментов, восстановить свои тела вместе с эмоциями. Они учились у нас, они потеряли эти эмоции, они учились у нас любви, извиняюсь, сексу даже. Всем вот этим спектру, богатому спектру, чем мы обладаем. У нас здесь очень богатый спектр эмоций. Карлики потеряли это, а они находятся в тупике. В, под буквой В, плотно-телесный гуманоид с развитым биополем достигает уровня ВЦ1. Это высокоразвитая цивилизация, у которой всё прекрасно. Освоенная местность, пространство плюс 4, плюс 5. Под буквой Г, гуманоид с разоплощённым телом, перешедшим на более высокий уровень энерго-вибраций тела. Тело способно трансформироваться в светящийся шар, энергококон. Это характерная трансформация. Тело может переходить в шар. Биэнергия мощная, освоенная мерность пространств плюс 6, плюс 7. Это максимум, до которого могут доходить гуманоидные цивилизации. Достигает уровня ВЦ2. Д, под буквой Д. Гуманоид после очередной энергетической трансмутации окончательно теряет вес и плотность тела и переходит в плазменное состояние. По причине избытка энергии уплотняться в виде гуманоида он уже не может. Вот он хочет, но уже не может. Мерность пространства более плюс 7. Уровень развития приближается к ВЦ3. Это уже энергетические цивилизации. Под буквой Е. Плазменная разумная сущность, материя тела активирована до состояния светящегося сгустка или ярко светящегося шара. Свечение биоэнергии самое разнообразное. Уровень развития ВЦ3. Но это максимальный уровень развития. Разумная сущность способна почковаться на части и сливаться воедино. По существу они уже не думают ни о каких формах. они достигли самой оптимальной формы. Это форма шара. Я думаю, мы все придем к этому. Это закономерность. Я прошу раздать таблицу. В этой таблице как раз указаны основы вот этой классификации. А, ну вот можете посмотреть. Значит, вот это высокоразвитый гуманоид. Свечение мощное, видимое. Биоэнергия золотистого цвета. Это промежуточный вид, второй тип. Гуманоид. Глаза светятся. Но он имеет форму гуманоида. Глаза светятся, но тело уже может трансформироваться в энергококон. Видите? Этот энергококон может перемещаться в таком виде. И третий тип. Это энергетический тип, но он не только в виде шара. Вы сами понимаете, что эта субстанция, она может быть аморфная, в виде облачка, в виде сгустков, но здесь вот в виде таких вот удлиненных структур, которые движутся. Это здесь нарисован один из видов таких цивилизаций конкретно. Ну, я сократил свой доклад с тем, чтобы показать, проиллюстрировать гуманоидов. Таблицу вот эту вам уже раздали. Ну, вы ознакомитесь с ней самостоятельно. Это тоже таблица, более ранее, в 93-м году я сделал. Но суть та же самая. Здесь показаны все этапы. То есть, вот эти все виды, это, можно сказать, этапы развития любого разумного существа. Это Денис. Как тут мне переключить? Переключи на гуманоиду. Так, секунду, сейчас будем просмотреть. Сейчас мы посмотрим картинки. Я их рисовал сам. Это в основном гуманоидные виды. Так, ну вот здесь гуманоид внешне ничем не отличается от нас. Сейчас известно название, откуда они прибыли, но я думаю, нам это не важно вот в данное время. Этим займутся исследователи через 100-200 лет, когда это будет важно. Когда это надо знать, откуда они прибыли. Сейчас в принципе нам не важно, откуда они прибыли. Главное знать, что они есть, что они существуют. Ну вот здесь созвездия Большого Пса. О них много пишут, много контактов с этими товарищами. рост примерно 1,9 метра. Вот эти товарищи, то, что я говорил, деграданты, серокожие гуманоиды, но они, видите, здесь рост 1,8 метра, но они и карлики бывают. Часто имели встречи с карликами. Они серокожие тоже разные бывают. Вот, внешний вид Внешний вид характерный. Вот у этих товарищей, кто занимался уфологией. Внешний вид характерный. У них большая голова, черные глаза, абсолютно черные глаза без зрачков, потому что они живут под землей. Это деградирующая цивилизация. У них очень много проблем. Они за счет цивилизации человечества пытались исправить свое состояние. Сейчас их убрали с земли, я вам скажу точно. Они занимались одно время, долгое время похищениями, генетическими экспериментами с людьми. За счет людей, биодоноров, выращивали свои тела. эти тела они себе забирали в младенческом состоянии. И они таким образом пытались исправить свою генетику, в том числе и эмоции. Я уже про это говорил. Так, это низкорослые гуманоиды с голубоватой кожей. Уровень развития СЦ-1. То же самое, гуманоиды низкорослые, 1,2 метра. Гуманоиды умиты. Кстати, слово умиты, вот все говорят умиты, на самом деле это ни о чем. Ума это просто человек. То есть это гуманоиды, просто гуманоиды. вот обратить внимание, значит, запомните, вот эти желтокожие гуманоиды, это наши главные кураторы. Но они скромные, они о себе стараются не сообщать. Значит, это старая раса, очень характерные признаки у них. Желтокожие, желтая кожа, оливковая даже, острые уши, глаза раскосые, такого восточного типа, вытянуты к вискам. Волос нету обычно, потому что это старая раса. Там есть расы моложе, они выглядят почти как мы. Но есть расы помоложе. Это старая раса, очень древняя. Так, ну это созвездие у большого пса, планета Тяуба, гуманоиды гермафродиты. Это ни мужчина, ни женщина. Когда глядя на них, вот люди во время контакта, не могут понять, это женщина или мужчина. Это действительно гермафродиты. гермафродиты, это значит довольно высокий уровень развития. Тоже главные кураторы, они помогают от предыдущего. Их очень часто видят совместно или отдельно. Это планета Урус, плотные гуманоиды. это высокоразвитая цивилизация Элахимы. Они занимались заселением биосферы Земли. Они не занимаются человечеством, у них другая задача. То есть Элахимы, они предшественники наших главных кураторов предыдущих. Невысокие гуманоиды зеленоватой кожи. Вот здесь показан летательный аппарат довольно подробно. Есть такие синекожие, высокие. Обратите внимание, у них не один сустав локтевой, а два у ногах тоже. Ну, разные разные формы, разные виды. Это тоже относится кураторам. Они не главные, но они тоже курирующие цивилизации. Созвездие Орион, планета Ария. Очень продвинутые. я уже это вижу по форме корабля. Форма корабля эллиптическая. Двери открываются в любом месте. По существу это зарастающий проем. Левитируют, когда они высаживаются на поверхности, вот это посадочное положение корабля. им не нужно спускаться, они просто левитируют через это отверстие. Выйдя на землю, это отверстие зарастает. Рост до двух метров. Кожа здесь плохо видно, это просто некачественная. Кожа такая у них сиреневая. Глаза суженные, очень близко посаженные. Это очень известная цивилизация, плеядеанцы. Они очень эмоциональные. Это тоже кураторы. Относятся к кураторам. Прилетают на землю постоянно, по существу они здесь находятся. Потому что они непосредственно занимались заселением рас человечества. Потому что рас человечества несколько. Расы человечества образовывались разными цивилизациями, с разным цветом кожи. И теперь понятно, почему у нас на земле такие разные цвета кожи. Со временем эти расы гибридизируются. Правильно? В итоге будет что-то среднее между мулатом и метисом. Правильно? Белые расы с черными. Это подтверждает как раз, что изначально эти расы были разные. Потому что они со временем мутируют в нечто среднее. Ну у нас на земле. Я имею гибриды гибриды образуются. Значит, это родители белокожей расы. Они ничем от нас не отличаются вот эти плейдянцы. Вот. Ну, можно маленько поподробнее. С прибыли скопления плеяд созвездия тельца. Это очень близко от нас. Вообще, кураторы это ближайшие к нам цивилизации, что вполне объясняется логично. То есть, это близкие к нам цивилизации, а не генетические нам родственные. Это зеленокожий, но видно, да, зеленокожий гуманоид. 1,5 метров тоже из созвездия Большого Пса. Потому что в Сириусе обитает не одна раса, вот то, что я вам показывал, главных кураторов. Там есть зеленокожие, есть более молодые расы, вот эти относятся к более молодым расам, у них волосяной покров присутствует, они помоложе. Вот это гуманоид держит в руке нейтрализатор. Нейтрализатор это устройство, которое обеспечивает им безопасность. вот держа в руке вот этот энергетический шар, он может нейтрализовать что угодно. В принципе, люди, значит, они не подойдут к нему. Войска может вывести из строя все, что угодно. Ну, радиус действия я не знаю. Ну, примерно в радиусе действия 100-200 метров. Он поднимает этот шар, дает ему приказ, и шар нейтрализует все опасное, что вокруг может возникнуть. Сами понимаете, когда они к нам прилетают, опасности здесь кругом. Они это знают, и они заранее готовятся к этому, они обеспечивают свою безопасность. Так, это из созвездия Малой Медведицы, гуманоид. Цвет кожи светлый. Созвездие Орион. Так, вот это желтая кожа, тоже с Ориона. Я вам скажу, с Ориона очень много, и нельзя говорить, что в Орионе обитают только негативные цивилизации, агрессивные. там разные, как и в любом секторе. Вот это по всем признакам, вот у меня данные внизу указаны, СЦ-1 уровень, гуманоид до двух метров, агрессивные были случаи похищения. Это назад? вот это? Это примерно из центрального пояса Ориона. Но я еще раз говорю, сейчас нам на данном этапе не важно знать, откуда они. Они могут прилететь откуда угодно. Нам просто надо знать, что такие существуют. я предлагаю сейчас дать время задать вопрос. Давайте я еще раз пролистаю, побольше еще чуть-чуть, без комментариев. Потому что, конечно, здорово все в книге у тебя описано. посмотрите, картинок нет таких. Просто посмотрите, какие есть гуманоиды. Я без комментариев просто буду листать. На самом деле, часть из этих гуманоидов, они представлены в книге Павла Хайлова. Он о себе не любит говорить, но я поговорю. Но фактически это уникальный материал, который собрал за время своего исследования и в книге, и в своих исследованиях. Я думаю, следующий вопрос, который прозвучит от наших зрителей, присутствующих в зале и интернет-трансляции. Откуда же Павел нашел вот эту информацию или представил ее нам? Я как бы вот эту картинку прокомментирую. Вот это я сделал рисунок, но я хорошо рисую с настоящей фотографией. Это захваченный гуманоид. это даже не биоробот. На лице его страх. Он лежит в госпитале после аварии летающей тарелки. Он не знает, что с ним будет. Вот захватили гуманоидов, но я сразу могу сказать, что это невысокоразвитые. Это средний уровень развития. Насколько есть такая информация, они все не выжили, эти гуманоиды, которые захватили в тот раз. Пожалуйста. Я хотел бы попросить у тех, у кого есть вопросы, вот у нас микрофон поставлен, вы можете выходить и представляясь, спрашивайте вопросы. Все-таки, Павел, попробуй ответить на вопрос, откуда такая коллекция у тебя? ты ее собирал годами и кто-то ее взял? Это взято неоткуда-то. Это взято из большого количества источников информации. То есть это такой синтез получается? Ну это просто, понимаете, сбор информации очень огромный и обработка. То есть я сразу могу сказать, что это не пришло откуда-то. Да, то есть это пришло волшебным способом. Это получено кропотливым сбором информации по крупицам. И в итоге вот эта вся мозаика сложилась вот в эту картину. Я прошу задать вопрос. Меня зовут Алексей, а вы говорите, что вы взяли эту информацию от источников, правильно? А каких именно источников? Более 300 источников. В основном муфологическая литература. Ее в 90-е, в 2000-е года много было. Если вы следили за этой литературой информацией, очень много было. А достоверность этой информации? Достоверность достигает, по моей оценке, 80%. Вот именно, я понимаете, сам отсеиваю недостоверную, я сам избираю, чтобы достоверность была максимальная. Достоверность достигает 80%. Это довольно высокий уровень недостоверности. Ну опять же, это все зависит от твоей аналитики, и опять же остается на твоей совести, включая в книгах. Пожалуйста, можете проверить все источники. У меня во всех книгах все источники перечислены, там их более 300. Отлично. Следующий отчетов. Прошу. Павел, Сергей, у меня так три вопроса в одном. Первое, есть ли у вас информация, как гуманоиды живут, при каком политическом строе? Второй вопрос, каковы у них семейные отношения? И самый главный, третий вопрос, есть ли у них такое понятие, как гомосексуализм? Так, интересный вопрос, ну отвечай. Ну вообще гуманоиды везде живут по-разному. Есть даже среди высокоразвитых цивилизаций понятие семья. Вот. У некоторых цивилизаций семья уже отсутствует, потому что они просто в лабораториях создают тела. то есть ты захотел например не одно тело, а сразу несколько, ну для работы на разных планетах ты можешь десять тел иметь. Весь вопрос, где такое я перемещается. Секс есть у нормальных развивающихся цивилизаций, высокоразвитых и у среднеразвитых цивилизаций. Значит у цивилизаций, которые утрачивают эмоции, я показывал уже вот эти серокожие карлики, у них проблемы, они не знают, они вообще забыли, что такое любовь, секс, у них проблемы с дальнейшим развитием. Вот. Так, а еще какой вопрос? Как насчет политики? Насчет политики, значит организация общества у высокоразвитых цивилизаций сравнима, ну можно это назвать коммунизм. Там нет денег, там нет границ, там полная свобода, у нас говорят, что вы свободны, мы здесь в тюрьме, товарищи, у нас здесь кругом все закрыто заборами, сюда нельзя, какая же это свобода, а еще зависимость от долларов, от денег, от этих. А высокоразвитые цивилизации у них нет понятия денег, у них вообще ценности совсем другие. Они заняты в основном исследованиями, ну кто-то занят на планете просто, бытом, понятно, что ну первоспитанием там подрастающего поколения, кто-то занят полетами в космос, у средне развитых цивилизаций, ну вот насколько я знаю, у малоразвитых цивилизаций может быть правление монархическое или правление напоминающее наш ООН ООН Организация Объединенных Наций, то есть это централизованное управление Советы, то видите у них Советы, а мы от Советов отказались, они давно со всеми совещаются, ну надо же знать мнение, надо прислушиваться к соседям, то есть у них вот это называется Совет, ну вероятно они слишком быстро совещаются, если они телепатически этим занимаются. на планетах и средне развитых цивилизаций, и высокоразвитых цивилизаций, в Совет входит несколько очень авторитетных личностей, авторитетных гуманоидов, которые в курсе всех событий, они знают, как дальше двигаться. Естественно, они совещаются со своими, ну, кто их убирал. Хорошо, давайте завершающий вопрос, на кусочек вопроса, я думаю, за кадром ответят тебе про гомосексуализм, спасибо. Павел Святослав, беспокоенность, короткий вопрос, вот вы говорите, чуть-чуть назад вернемся, вы говорите, достоверность порядка 80%, каковы критерии оценки достоверности, вот о критериях, можно чуть-чуть? я занимался в науке, вообще я некоторое время работал в научной сфере, и я знаю, что для подтверждения должны быть корреляции и совпадения, правильно? Я действовал по такому принципу, корреляция признаков и совпадения неоднократные, вот, это как раз и есть научный подход, и то, что это действительно есть, когда событие повторяется неоднократно, а многократно, это говорит нам о том, что это событие имеет место, правильно? по научным методам, повторяемость фактов, повторяемость фактов, это называется корреляция фактов. Павел, я благодарю тебя за доклад, поприветствуем вопросы, если у вас остались, вы можете задать на этой конференции за кадром. окреляция, два лет. Субтитры DimaTorzok